Валерий Хрулин самарские дороги ремонтирует уже 10 лет. Знает каждую улицу и каждый переулок. Где какой транспортный поток и асфальт какого качества нужно положить. К улицу Мичурина его бригада ремонтирует по нацпроекту безопасные качественные автомобильные дороги. Мастер участка рассказывает, помогает сухая, жаркая погода. А высокопроизводительная спецтехника работает как швейцарские часы, без сбоев. Конечно, терпит температурный режим. По прибытию каждой машины отслеживается температура асфальта. Также на вязащие смотрим, чтобы не было спрессованных углов. Визуально катки работают, тоже отлажено уже. Есть карта, по которой сколько проходов именно каткист должен сделать. То есть каждый каткист тоже у нас с опытным работом не менее 5 лет. Верхний слой дороги составляет 5-сантиметровый щебеночно-мастичный асфальтобетон. Этой ночью его укладывали на финальном участке, от Клинической до Осипенко. Осталось нанести разметку, поставить дорожные знаки, светофоры и пешеходное ограждение. Завершить ремонт тротуаров и газонов, а также въездов и примыканий на прилегающие дороги и территории. Улицу Мичурина начали ремонтировать в этом году сразу с наступлением тепла. Идут с опережением графика. Дорога готова почти на 90%. Все идет своим чередом, друг за другом. И фрезерование, и установка бордюрных камней, и установка колодцев, дождеприемных, тротуаров, газонов, схемы ОДД. Причем мы в этом году старались завершить. Один участок полностью 100% показательный. Это был участок от Масленникова до Луначарского. Мы его сделали полностью. И уже потом двигались кварталами дальше, дальше, дальше. Чтобы не вот от Чкалова до Масленникова была в ремонте весь участок такой протяженности, а делали кварталами. Очень даже неплохо. Ремонт планируют завершить до конца лета. Городские власти контролируют качество работ. Мы в качестве технадзора выполняем отбор проб асфальтобетонных, то есть так называемых герн, которые после этого отвозятся в лабораторию, испытываются на физико-механические свойства, замеряется толщина. В случае, если все показатели соответствуют строительным нормам и правилам, а также условиям муниципального контракта, данные работы оплачиваются. Если дорога выйдет из строя раньше гарантийного срока, подрядная организация будет ее восстанавливать за свой счет. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События.